Для семиклассников из 44-й школы 1 сентября обернулась не совсем приятным сюрпризом. Ребята теперь будут учиться в школе, которая находится на другом конце города. Я уже привык к этой школе. К той я вряд ли уже привыкну. У тебя какие были эмоции, когда вчера узнал об этой новости? Негативные. Не хотелось вообще переходить. Шокирующую новость семья Данила получила через сообщение на мобильный телефон, в котором было написано «Будем учиться в 9-й школе. Все вопросы завтра на родительском собрании». По словам мамы Данилы Александры, класс ее сына узнал об этом накануне, а некоторые только сегодня, 1 сентября. Ровным счетом их поставили перед фактом. Без права выбора и права обжалования. В Вайбере списывались, все вообще против. Все просто в шоке в полнейшем. Вот мы стали родителями подниматься, что мы нет, мы против. Мы не отпустим просто детей учиться, вот и все. Пускай как хотят, того и учат. Так, вот кабинет, который мы построили, его благодаря тому, что это был коридор, и мы вынуждены были сделать этот кабинет, потому что у нас кабинетов катастрофически не хватает. По словам учителей, перевод детей в другую школу стал вынужденной мерой, поскольку на здании вместимостью 350 мест приходится более тысячи детей. В связи с увеличением численности жителей в СНТ и ДНТ, даже с переходом на трехсменное обучение свободных парт и кабинетов не хватает. И такая ситуация длится уже более шести лет. Переводить своих учеников в другие учебные заведения начали лишь с прошлого года. Но в этот раз выбор школы, готовый принять учеников из 44-й, прошел с большим запозданием. 30 августа, за два дня до начала занятий. На данный момент только решился вопрос, точно, что это будет девятая школа, потому что сначала у нас вопрос стоял, что нам предоставляют здание БГУ, но здание БГУ нам отказало. Поэтому мы, как говорится, уже сейчас знаем точно, что это девятая школа. Мы съездили туда, посмотрели условия, которые нам предоставляют для детей наших. Там условия намного лучше, чем в нашей школе. Под перевод попали не только семиклассники, но и десятый класс. Руководство школы пообещало ежедневный подвоз детей в сопровождении учителей. Однако родители не согласны, чтобы их дети учились за десяток километров от родного дома. Даже если будут возить, такие дела ведь сообщаются заранее. Это дети, это седьмой класс, у них только формируется характер, переходный возраст. Девочки, мальчики, все это так просто не делается, и тем более без согласия родителей. Какое имели право? Если бы нас предупредили, как в нормальных школах, конечно, мы бы тоже, наверное, пошли на какие-то разговоры, какие-то обсуждения. Но вот так вот, 31 августа, нам испортили абсолютно весь праздник. Мы, конечно, с родителями устроили эту забастовку, дети не пойдут, вообще ни один из нашего класса, из седьмого. Мы в понедельник на уроки не идем. Выбрали классы на перевод по очень простому принципу. Ими стали те параллели, у которых учебное время выпало на вторую смену. Именно в этот момент девятая школа готова предоставить кабинеты для учеников из 44-й. Единственный вариант – менять пятые классы или седьмые классы. Пятые классы пришли после начальной школы, им нужна адаптация. И мы не можем, например, после начальной школы пятый класс отправить учиться в девятую школу. И, конечно, выбрали оптимальный вариант – седьмые и десятые классы. От комментариев на эту тему в Комитете по образованию города нам отказали. А окончательно этот вопрос должны обсудить сегодня вечером на родительском собрании. Вот только состоится ли диалог между семьями, которым не оставили выбора, и учителями, которые были вынуждены пойти на экстренные меры. В идеале школа со столь высокой плотностью должна получить новый пристрой. Однако здесь возникают проблемы с мощностями на центральном водоснабжении. А решать эту проблему, будь то в Министерстве или в Комитете по образованию, видимо, не торопится. Будам Мунхоев, Александр Иванчиков, телекомпания АТВ.